9 января в Тверском областном суде продолжились слушания по уголовному делу 27-летних жителей Твери и Калининского района Романа Кудрявцева и Павла Говши. Их задержали сотрудники управления ФСБ по Тверской области. В результате спецоперации перекрыт международный канал поставки в Россию крупной партии наркотиков. По данным следствия, Кудрявцев организовал поставку наркотиков из стран Евросоюза. Для пересылки наркозелья с применением маскировки использовалась международная почтовая связь. Кудрявцев привлек для помощи своего знакомого, уроженца Амурской области Павла Говшу. Полученные из-за рубежа наркотик теперь уже подсудимые планировали распространять через закладки на территории Тверской области. Хитроумный план не был осуществлен благодаря своевременному вмешательству спецслужб. У задержанных оперативники изъяли в общей массе почти полтора килограмма, готовых к распространению наркотических и психотропных средств. Рыночная цена изъятого гашиша, ЛСД и амфетамина превышает полтора миллиона рублей. За совершенное преступление уголовным кодексом предусмотрено максимальное наказание Кудрявцеву, вплоть до пожизненного лишения свободы, а Говше – до 20 лет колонии. О вердикте суда мы сообщим в следующих выпусках патрульной службы. 9 января Тверской проспект. Недалеко от площади Капашвара столкнулись четыре автомобиля. В аварии пострадал ребенок, участники ДТП иномарки – Киа, Рено, Шевроле и Судзуки. Поврежденные машины после удара остановились по двум направлениям Тверского проспекта. О случившемся патрульной службе рассказали сами участники. Я стал третьим участником ДТП. Первой машиной, которая пострадала, это была Сузуки Гранд Витара. В нее, скажем так, въехала Киа Рио. После этого Киа Рио, после удара Сузуки Гранд Витара, отскакивает, ударил меня в левую сторону. Меня выбросило на встречную полосу, и я уже встал, привлек его, скажем так, четвертым участником ДТП. Вы ехали... Я ехал с Капашвара в центр города. Капашвара туда, в другом направлении. В центр города ехал. И вас так туда откинуло во встречку, да? Да, меня отбросило после удара и развернуло. Я ехала со стороны пересечения Желебова, Кирскому проспекту, в сторону Капашвара. И со стерстепенной дороги, там, где знак «Уступи дорогу и поворот только направо», мне в полк выезжает Киа. И зацепило меня. Меня развернуло, и я таким образом казалась на встречной полосе. Автомобиль Рио двигался в сторону Капашвара в среднем ряду. Передо мной произошел удар. Здорово, здорово. 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 Вот это, белый автомобиль, въехал серый. Он отлетел, зацепил Суцуки и опять же влетел в меня. Удар сильный был, да? Ну да, у меня большинство. Ребенок у вас на детском устройстве сидел, да? Да, конечно. В автокресле пристегнутый, все было. И все равно удар? Все равно удар. Дело в том, что ребенком заболела голова, на всякий случай ее отравили в больнице, потому что неизвестно. Девочка у вас? Девочка, да. Сколько, 6 лет? 6 лет. По данным сотрудников ГИБДД, серьезных травм девочка не получила. Спасло детское удерживающее устройство. Но на всякий случай ребенка решили осмотреть в больнице. А вот запись видеорегистратора, случившейся в самом центре Твери аварии. Видно, водитель Киа поворачивает машину влево, хотя при въезде на проспект поворот разрешен только направо. Он спровоцировал цепочку всех последовательных аварий. Он нарушил правила движения, повернул, скажем так, на запрещающий сигнал поворота. Водитель Киа от комментариев на камеру отказался. Ничего говорить не было. Ничего. Вы себя чувствуете нормально? Не особо. Мы еще раз обращаемся к участникам дорожного движения. Будьте предельно внимательны на дороге. Вечером 9 января в Пролетарском районном суде города Твери решался вопрос об избрании меры пресечения жителю областной столицы, подозреваемому в убийстве своего собутыльника. Труп 36-летнего мужчины был обнаружен поздним вечером 7 января. Труп находился в частном доме по улице Гончаровой города Твери. Мужчина скончался от ножевого ранения в ногу. По данному уголовному делу подозревается мужчина в возрасте 35 лет. Ранее неоднократно судим, в частности, по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным следствия, подозреваемый освободился из мест лишения свободы летом прошлого года. И вновь за решетку. Подозреваемый вину в совершенном деянии полностью признал. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения заключения под стражу. Что стало мотивом, он сказал? Мотивом стало личное неприязненное отношение к потерпевшему. Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Утром 10 января в Следственный отдел Регионального следственного комитета России из полиции поступило сообщение по факту обнаружения тела мужчины 91-го года рождения, который около 4-х часов утра упал с крыши пятиэтажного дома по улице Левитана. В соответствии с поступившим сообщением на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Совместно с сотрудниками полиции опрошены очевидцы. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова